Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень приятно встретиться с вами. Мы вроде бы страны не гигантские, не определяем ход мировой политики, но любая страна, независимо от ее размеров, масштабов, влияет на тот ландшафт, который сегодня складывается на нашей планете. То, что для нас это к лучшему, 100% точно, то, что это лучше для всей планеты, тоже польза большая. В связи с тем, что мы формируем многополярный мир. А если в этом мире много полюсов, нет монополизма, значит, наверное, и страны, и малые, и большие, и средние от этого будут иметь только пользу. Я это говорю потому, что и Кыргызстан, и Беларусь придерживаются именно такой политики. Политики с многополюсным развитием в этом будущее всего мира. Что касается наших стран, у нас немало точек соприкосновения. Начиная от сахарной свеклы, семян, которые мы, к сожалению, не умеем так производить, как вы и всегда закупали их у вас. Так вот, от сахарной свеклы и заканчивая вопросами машиностроения и вообще направлении сотрудничества в области промышленности, не только сельского хозяйства. Есть куда расти. Вы это понимаете не хуже меня. И у вас, как в стране, где парламент обладает широчайшими возможностями и полномочиями, от вас многое зависит. И мы очень надеемся, что свою роль вы в этом сыграете. Нам надо усиливать региональное сотрудничество. У нас есть очень большой опыт работы в этом плане с Российской Федерацией. Ранее с Украиной мы в этом направлении работали. Хотелось бы, чтобы этот опыт был переместен и на белорусско-кыргызские отношения. Тем более, что это в поле зрения парламента. Думаю, что в этом плане мы можем поработать. Вы сейчас молодцы. Реализуете много инфраструктурных проектов. Если мы чем-то можем быть вам полезны в строительстве инфраструктуры вашего государства, в экономике, пожалуйста, мы готовы. Скажите руководителям парламента, они у нас высшие должностные лица, проинформируют. Мы поручим правительству, будем этим заниматься. Я думаю, в этот визит надо проинформировать правительство. Все, что мы можем для вас сделать. Мы с вами находимся в одном союзе, и военном, и политическом. Поэтому, если чем-то можем быть полезны, закрытых тем нет. Вы это хорошо знаете. У нас очень хорошее отношение по всем линиям, и на уровне президентов, и на уровне правительства. Говорите. Все, что можем, будем всячески способствовать тому, чтобы Кыргызстан не был какой-то там страной, как это всегда было, в углу и на очереди. Это нация очень активная, очень продвинутая. Я хорошо знаю кыргызов. Это люди очень умные. Поэтому найдем общие новые точки соприкосновения. В этом направлении мы будем с вами работать. Если у вас к этому будет интерес. Спасибо, Александр Григорьевич. Вы уделяли время. Меня принят. Я очень благодарен. Сперва я сразу вас хочу поздравить. Вчера мы были в хоккейной арене. 4-2. Ну да, вы попали на самое интересное. Я вас поздравляю. Да, вообще, там хоккейная арена. И, ну, ваша команда показала характер белорусского народа. Не совсем русского, наверное. Особенно в последнем периоде. 2-0. И они конкретно сделали конкретно. Молодцы. 4-2. Это одна из лучших пока игр. Мы за Динамо Минск болели. Весь наша делегация. Начинали хорошо. Начало было хорошо. Так что мы знаем, что Белоруссия хоккейная страна. Вы, как играете в хоккей, мы тоже восхищаемся. Смотрим по телевизору, по интернету. Александр Григорьевич, вы действительно уделяете внимание не только спорту. По всем вопросам. Например, промышленность, порядок, чистота. Я шестой раз в Минске. Каждый раз я удивлен. Вы уже наш человек. Вот такая чистота, такой порядок.